Всем привет, друзья! Вы на канале Digital Shaman. Меня зовут Иван. И сегодня у нас Canon 2470 из нового Auring Way, как всегда с ошибкой 0.1. Первое, что бросается в глаза при осмотре, это то, что диафрагма закрыта. У объективов Canon не должна закрываться. Диафрагма такое бывает только в двух случаях. Либо его сняли, при этом зажав диафрагму полностью, либо в нем обрыв шлейфа диафрагмы. В данном случае 100% это второй вариант. Ну и если мы подключим сейчас это к нашему некорофотику. Закрываем на 22. Бородо из ваты. Диафрагма не открывается, соответственно, при любой попытке сделать на закрытую диафрагму у нас будет... Бабах! 0.1. На заднем плане у меня работает система фильтрации. Необходимо сейчас прогнать весь воздух, потому что все-таки пыли многовато после вчерашней работы. Итак, смотрим сюда. Здесь можно видеть на заднем плане, во-первых, таблицу. И на фоне таблицы я сейчас покажу, как качается баррель передней линзы. Давайте сразу на 70. На аппарате есть следы удара и на 24 мм этот удар выглядит следующим образом. Мы видим, что на заднем плане перекос довольно сильный. Баррель просто расхлябанно двигается. Опять же, падение здесь очевидно. Пришлось вот сюда. И, в общем-то, у нас... В результате этого произошла деформация коларов барреля передней линзы. И теперь они, скорее всего, разорваны. И такие колары необходимо поменять. Планы работ на сегодня. Это разборка PN2470, замена шлейфа диафрагмы, замена коларов барреля передней линзы, разворот коларов диафрагмы и промежуточных коларов баррелей, осмотр коларов фокуса, если есть поврежденная, замена коларов фокуса, сборка, настройка оптической оси. Поехали! Здесь большущие качания. Здесь, здесь и здесь. Не всегда качание это плохо, но в данном случае здесь разрыв коларов и отклонение по оптической оси на 24 мм будет конкретно соптить картинка, по углам будут перекосы. Ну и давайте разберем этот объектив. Разрывы здесь значительные и видно их очень хорошо. Прямо заживало. Ну а это гликоид и здесь можно видеть колары, колары фокуса. Я не вижу ни одного здесь разорванного колара. В этой части вы видите, что все они целенькие. И здесь, и здесь. Шлейф здесь самый, что ни на есть, оригинальный, новенький. Точнее, от производителя. И этот шлейф стал сам по себе причиной его же смерти. Далее я покажу, где и что разорвалось и по каким причинам это произошло. Так, колары. Диафрагмы. Сначала думал, что вообще его ни разу не разбирали, а тут-то уже как-то сомневаюсь. На том барреле есть подпечатки. Ну и уже здесь видно, что вот здесь были отпечатки. Здесь я вижу их. Вот еще. Ну тут еще. Ну ладно. Здесь у нас еще смазка попала прям вот сюда, в колар. Ну и вырабаточка. Вон она грязная. Такую если протереть, то будет очень сильный черный шлейф. Вот он. Ну и вот. Мы пришли сюда. Нам необходимо снять эту пластину. И уже под пластиной. Прямо как обычно. Картина. Клей со шлейфа вытек. И прилип сюда. Периодически. Вот эта часть шлейфа прилипала к этой пластине. И надрывала. Надрыв у нас вот здесь очевиден. И скорее всего вот там он есть. Да, видно отсюда. Вот так увеличу. Вот видно. Надрыв. С donations. ПОДПИСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok